Всем добрый день! Итак, мы с вами сегодня будем делать еще одну волшебную масочку, которая позволяет нам не только подтянуть нашу кожу, убрать явление дряблости, то есть когда у нас ниже антургера эластичность, но эта масочка великолепно подтягивает нашу кожу, решает проблемы с бульдужьими щечками, с брыльцами, помогает подтянуть второй подбородок и убрать морщины на шее. Маска, в принципе, ее можно сделать трехкомпонентной. Нам понадобится желатин, нам понадобится небольшое количество картофельного крахмала и нам сегодня именно понадобится куриный желток. Но, поскольку мы с вами еще делаем акцент на дряблость, мы с вами будем добавлять масло облепихи. Почему именно масло облепихи? Потому что оно богато витамином А и, как известно, витамин А это витамин молодости и красоты. Поэтому у нас получится четырехкомпонентная маска. Желатин, куриный желток, немножечко крахмала для того, чтобы придать вязкость нашей маске и облепиховое масло. Я предварительно уже сделала желатин. Смотрите, то есть у меня желатин начинает застывать. Вот как раз таки вот это нужная нам консистенция, чтобы желатин не полностью застыл в желе, а именно вот такая вот маска. Где-то час назад я одну столовую ложку желатина растворила. Ну, как видно, приблизительно треть стакана кипятка. То есть никаких паровых банек, ничего. И теперь я вот это самое содержимое, желейную массу, просто-напросто перекладываю в мисочку. То есть я думаю, заметно, да, что вот такая вот желейная масса. Вполне достаточно. Можно, конечно, меньше, можно там, допустим, чайную ложку, но тогда вам придется дольше ждать. Я, чтобы не тратить время, столовую ложку на треть стакана кипятка. Все это тщательно просто перемешивается и все. То есть я думаю, будет заметно. Сюда же мы добавляем куриный желток. Почему сегодня именно желток? Если нам важно получить такой, скажем, больше лифтинг эффект, подтяжка брыльки, то мы с вами делали маску, брали белок. Да, ну вот сегодня мы делаем акцент на дряблую кожу, на подпитывание нашей кожи. Поэтому куриный желточек, он тоже богат витамином А, ну, соответственно, аминокислотами. Так что у нас вот такая вот получается смесь. То есть нам все это дело нужно будет тщательно-тщательно взбить. Конечно, проще это делать вилочкой. Но мы еще будем добавлять кое-какие ингредиенты, о которых я анонсировала. Где-то около одной чайной ложки мы добавляем облепихового масла. То есть вполне достаточно на вот эту консистенцию одну чайную ложку облепихового масла. И бывает такая ситуация, что вся вот эта смесь зависит от того, насколько у вас желатин густой, не густой. Вот эта вот смесь может быть такой жидковатой. Видите, у меня, в принципе, можно обойтись без крахмала, поскольку смесь получается изумительная, воздушная такая, очень легко будет и приятно наносить. Но бывают ситуации, когда нужно добавить крахмальчика, чтобы придать вязкость. Я вот буквально около одной чайной ложки крахмала сюда добавлю. То есть для того, чтобы, ну, уже даже не для того, чтобы была погуще консистенция, да, но чтобы вам показать, что это имеет место быть. Итак, смотрите, мы с вами в маске используем 4 уже даже самостоятельных, очень сильных ингредиентов в плане омоложения и разглаживания морщин и лифтинга. То есть желатин, я думаю, известен. Крахмал, гуляет куча всяких рецептов, спонтам, дело, крахмальная маска заменяет инъекции ботокса. Нет, конечно, но очень хорошо воздействует на нашу кожу. Куриный желток, я думаю, нет смысла говорить, тоже кладезь всяких витаминов полезных, аминокислот и сам по себе неплохой лифтинг-продукт, ну и, конечно, выпиховое масло. То есть у нас с вами такая 4-компонентная омолаживающая маска. Вот она, в принципе, готова. И мы идем с вами наносить ее на наше лицо. Итак, приступаем с вами к нанесению нашей вот такой вот сбитой маски. Маска суфле. Смотрите, получается консистенция такая неоднородная, вот реально как сбитый крем. Соответственно, он ложится по нашей коже, конечно, как однородная масса, тоже не будет. К этому нужно быть готовым и абсолютно нормальное явление именно из этих ингредиентов. Я наношу эту маску кисточкой. Предварительно я ее смачиваю для того, чтобы легче скользила содержимое маски. Кожу я уже умыла, кожа сухая. На область век эта маска не наносится, поэтому я предварительно нанесла немножко крема. И, конечно же, лучше эту маску наносить не только на лицо. Ну и, конечно, на зону шеи и декольте. И я для начала ее наношу на зону, которая у меня, скажем так, более проблематичная. То есть это носогубная складка, это зона вокруг рта, это бульдожьи щечки, это шея. И потом еще вот делаю наслоение. Наношу же потом на все лицо и, конечно, более роскошно на зону шеи и декольте. Итак, я умолкаю, наношу для того, чтобы не отвлекаться. Да, еще поскольку маска будет у вас на лице застывать, то есть она из разряда пластифицирующих, то, что я вам всегда намекаю в роликах, когда мы делаем такие маски. Это желательно, конечно, что вы потом пойдете, приляжете на 15-20 минут до получаса и при этом зафиксируете свое лицо в полуулыбке. То есть не придадите какое-то огуримое выражение лица. И постарайтесь, чтобы именно в таком положении у вас маска застыла на лице. Ничего страшного, если у вас какие-то кусочки маски будут отваливаться. То есть если вам не совсем приятна такая консистенция суфле, то вы ее можете разбавить маслом. То есть можно глицерин, можно еще больше добавить масло облепихи, да, можно какое-то другое масло, в общем-то не имеет значения. То есть, грубо говоря, проблемные свои зоны я проработала. Уже начинается стягивание маски в области губ, поэтому уже точно никаких слов, да, я начинаю просто-напросто ее наносить уже на все лицо. А в этом месте как раз чуть-чуть подсохнет и будет вот такое небольшое наслоение маски. Я наношу глубоко волосистую часть головы, потому что я ее буду смывать под душем. То есть маска требует обильного размачивания, смывания, поэтому я тут в плане, ой-ой-ой, аккуратненько, да, чтобы все было. Нет, не переживаю абсолютно. И в области глаз я очень хорошо наношу на брови, да, почему? Потому что когда я прилягу, она начнет подтягивать и приподнимать бровь, соответственно, приподнимать верхнее веко. Возле ушей, вот тут вот, где у нас образуются вертикальные морщинки, то же самое. Заходите за ушки, можете даже на козелок настать, ведь ничего страшного. То есть смотрите, вот эти кусочки, которые, да, вот как бы вы их накладываете, видно, что под кисточкой они распределяются по коже, потому что это на самом деле крахмал, сбитый с яичным желтком. То есть то, что у нас не получается в однородную массу на лице, то это все под кисточкой. И, ну, конечно, не совсем приятно то, что эти кусочки могут падать, но я всегда на подхвате. Да, но вот такова суть маски. То есть а выкладывать вот так вот как-то не совсем хочется, не совсем удобно. Вы смотрите, я делаю несколько слоев. Все же попытаюсь умолвать, да, все время нужно вам что-то пояснять. В общем-то, я думаю, механизм вы уже уловили, да, я сделаю несколько наслоений, то есть я где-то в течение пяти минут вот слой нанесла, он схватился, скажем так, да. Я наношу еще слой маски. У меня, ну, тут вот я сделала такое количество, как если бы, ну, простите, не буду показывать, то есть я очень глубоко на зону текольте и вывожу вот буквально на холку. Поэтому вот такое количество маски. Ну, а тут я уже просто-напросто сделала наслоение того, что как бы видно вам, да, вот один слой, второй, и потом пойду быстренько прилягу. Не получилось, как в прошлый раз, да, когда я вам показала, минут 10 походило, и у меня на верхних веках пошел, прихватилось отеку вниз, то есть чтобы не было таких ошибок. Ну, а мы с вами встретимся уже, когда маска подсохнет, то есть через 15-30 минут все будет зависеть по времени. То есть нанесли слой, нанесли второй, третий, вполне достаточно. И идем, укладываемся, обязательно принимаем полуулыбочку. И чтобы вот зону, если мы хотим откорректировать морщины, второй подбородок обязательно у нас не хлюпал подбородок по груди, так чтобы вот эта вот вся часть была разглажена. Ну вот, прошло 20 минут. Я думаю, будет заметно, как маска прихватилась, да. Ее нужно теперь размочить и смыть. Я полезу под душ для того, чтобы ее смыть. Что бы я хотела еще сказать? Вы когда укладываетесь и приподнимаете уголки губ в такой легкой полуулыбке, да, не надо лежать все время маски, потому что кто-то может полуулыбку сделать так, чтобы здесь не образовывались морщины, кто-то не может, кому-то нужно сильно улыбнуться. Поэтому подержали, чувствуете, в этой зоне маска прихватилась, то есть ей не обязательно высыхать до конца, то есть она может у вас на пальцах оставаться, все зависит от типа вашей кожи, от температуры окружающей среды, потому что это не суть важна. Но как только маска здесь прихватилась, вы опускаете, вот расслабляете эту зону, вы чувствуете, что маска хорошо держит, расслабляетесь. Иначе если вы сильно будете улыбаться, у вас в этой зоне образовываться будет другая проблема, именно носогубная морщина. Этого нам тоже не нужно. Поэтому подержали, расслабили полностью свое лицо. И все, и в таком состоянии мы с вами дохаживаем маску. Ну и соответственно смываем ее в прохладной комнатной температуре. Видите, она вот прилипла к волосам, это ничего страшного. Поэтому я сейчас слезу под душ и не разговаривайте. Видите, маска начинает трескаться. Это нехорошо, потому что она очень плотная. Сейчас у вас соединена с кожей. И если вы начинаете выражать какие-то эмоции, вы вплоть до того, что можете здесь порвать уголки губ. Поэтому сразу идете в душ, размачиваете маску. В конце контрастное обливание вода горячая, холодная. Обязательно заканчивайте холодной. И все, протираете лицо тоником и наносите свой базовый крем. Так что вот такая замечательная масочка. Сейчас я смыла и покажу. Ну вот я смыла нашу масочку. Можно было бы не показываться вам, но я хочу все-таки напомнить. Не допускайте никакого растрескивания маски у вас на лице. То есть встали, сразу идете ее смывать. У меня лицо может быть немножечко розоватое, потому что я смывала душем. То есть я направляю душ вот себе в лицо, в шею. И вот таким вот образом размачиваю эту маску, смываю. То есть нужно обильно смыть ее водой. Ну и в конце я делаю контрастное умывание. Горячая вода, холодная, горячая, холодная, горячая. И заканчиваю холодной для того, чтобы протонизировать сосуды своего лица. Безусловно, после первого применения вот такого радикального результата в плане лифтинга, в плане там разглаживания морщин не будет. Но будет эффект потрясающей мягкой, гладенькой кожи. Очень приятно себя вот трогать, потому что она вот буквально как у новорожденного ребенка. Для того, чтобы получить хороший результат в плане лифтинга, моделирования овала лица, то есть подтянуть пульдожьи щечки, убрать второй подбородок, вот шею нашу деликатную зону, да, подтянуть. Для этого нужно пройти курс этими масками. 8-15, то есть можно 8, 10, 12, 15 масок сделать. Но делать их не каждый день. Я, конечно, понимаю, что очень хочется побыстрее молодиться, но кожа будет уставать. Поэтому делать маски не чаще, чем 2 раза в неделю. То есть еще раз, вот такая вот маска 2 раза в неделю. И обязательно 1 раз в неделю вы делаете какую-то маску или процедуру на глубокое очищение, для того, чтобы все у вас шло тип-топ хорошо. Поэтому смотрите, вот допустим в течение месяца, 4 недели вы делаете 8 масок. Это минимальный курс для того, чтобы вы уже увидели результат у себя на лице. Но чтобы его закрепить, можно делать в течение 2 месяцев, но опять-таки не каждый день. Желательно вторая половина дня, когда вы потом моетесь, уже никуда не пойдете. То есть кожа у вас готовится ко сну, к отдыху. Поэтому чем ближе ко сну, тем на самом деле маска будет более эффективна. Так что берите себе на вооружение вот такую очень простую маску из домашних доступных ингредиентов. И несмотря на свою простоту, она достаточно эффективна. То есть все новое, это хорошо забытое старое. Поэтому пользуйтесь, берите на вооружение. И главное, вот знаете, регулярный уход за собой. И результат не заставит себя долго ждать. Если вам понравилось это видео, нажимайте кнопку «Большой палец вверх», которая есть в описании к этому ролику. Если вам видео не понравилось, ставьте «Большой палец вниз». Но если вы хотите высказать свое мнение, похвалить меня, поругать или предложить новую тему к следующему видео, то оставляйте, пожалуйста, свои комментарии в описании к этому ролику. Если же вы хотите видеть следующие новые видео, но не подписаны на мой канал, то нажимайте на кнопку «Подписаться», которая тоже есть в описании под этим роликом. Ну а если вы подписаны, но по каким-то причинам пропускаете выход новых роликов или же наши прямые трансляции, когда мы с вами можем пообщаться онлайн, то нажмите, пожалуйста, на колокольчик, который находится в вашей кнопке «Подписаться». И тогда вы будете получать уведомления про выход новых роликов или же информацию о том, когда у нас будет ближайшая прямая трансляция.